Скажите ваши капли в глаза, какие именно порекомендуете сыну при астигматизме? Столько лет его просила, чтобы капал, не соглашался, теперь разрешил, чтобы вы дали рекомендации. Мнимонорм, постоянно, есть дома для детей за него, спасибо большое за ответ, спасибо большое, Андрей Андреевич. Пожалуйста, смотрите, в случае, если астигматизм у ребенка формируется, это говорит о том, что у ребенка первая недостаточность физической активности, то есть ему необходима физическая активность, и второе, необходимы успокаивающие препараты. Не нужно давать какие-либо препараты и закапывать тем более капли при астигматизме. Я рекомендую использовать препарат черничный кальций или кальций с черникой. Используйте его, экстракт черники вмещает в себя кверцетин, вещество, которое как раз и действует на процесс, который возникает в макуле, тем самым формирует лечение макулы, исчезают вот эти дистрофические состояния, и данное вещество находится как раз в препарате черничный кальций. Пусть его принимает по одной таблетке три раза в день. И любое успокаивающее вещество. Я рекомендую принимать по 100 вид, тоже по одной таблетке два раза в день. А капли, я думаю, ему, кстати, не особо нужны. Астигматизм не приговор. При астигматизме человек просто очень быстро устает, когда читает. Астигматизм не является заболеванием, которое является критическим для жизни человека. Не торопитесь устранять. Астигматизм считается, что, ну не считается, это моя гипотеза такая, считаю, что астигматизм является производным половой неудовлетворенности или высоких гормонов у мужчин и у женщин. Но в дальнейшем, когда мужчина взрослеет, то астигматизм как заболевание само по себе исчезает. Очень часто астигматизм, который ставят в раннем возрасте или в среднем возрасте, полностью исчезает к взрослому возрасту. То есть, если в 34 есть, то к 50 его нет. Поэтому не торопитесь, это не связано с глазами, как правило.